МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Доверенное лицо кандидатов президента России от партии КПРФ Павла Грудинина Вячеслав Семенович Куличкин. Доверенное лицо кандидатов президента России Владимира Путина Павел Алексеевич Маринычев. И доверенное лицо кандидатов президента России от партии Партия Роста Бориса Титова Микаэл Сергеевич Заболотный. Итак, тема сегодняшнего эфира – будущее Якутии, приоритетные направления развития. Итак, уважаемые доверенные лица, пришло время поговорить конкретно о развитии нашего региона, республики Саха-Якутия. Каково видение ваших кандидатов, если оно есть, касательно будущего Якутии? Надежда Викторовна, две минуты, время пошло. Добрый вечер, уважаемые избиратели. Развитие Якутии, наверное, есть. И будущее у него есть. Но только при том условии, когда Жириновский въедет в Кремль. И это надо понимать. Потому что именно только у нашего кандидата реальная программа по развитию регионов. Сегодня в программе ЛДПР делается акцент на развитии Дальнего Востока. Надо понимать, что Якутия входит в Дальневосточный округ и является самым большим субъектом вообще в принципе в России. Сегодня, к большому сожалению, наша экономика региона держится в основном на промышленности. Мы забыли о перерабатывающих, о производстве. Поэтому мы забыли и о сельском хозяйстве. Сегодня у региона очень большой потенциал. В программе Жириновского очень четко описаны все аспекты, как мы должны двигаться. И чтобы у нас была успешная республика с успешной экономикой, чтобы люди не уезжали с нашего региона, а развивали его, сегодня нужно принять большой комплекс мер. Во-первых, мы сегодня должны создать высокотехнологические рабочие места при развитии обрабатывающей промышленности. Мы должны сегодня вернуть ювелирную индустрию. Мы должны запустить абсолютно новый вектор в развитии мехолового производства. В принципе, мы также можем изготавливать и лекарственные препараты с учетом нашей флоры и фауны. Ведь у нас на самом деле очень богатая природа, помимо полезных ископаемых и ресурсов. Но мы должны это делать с таким условием, чтобы это была зеленая индустриализация, без нарушения экологии, с учетом всех национальных особенностей. Голосуйте за жирного слова. Вячеслав Семенович, а каково видение вашего кандидата, если оно есть, касательно развития республики Саха? Пожалуйста. Здравствуйте, товарищи. Мы, конечно, понимаем, что перед той системой, которая сейчас сложилась в Якутии, о системном развитии невозможно говорить. Соответственно, надо менять систему. Павел Николаевич Грудин однозначно сказал, что будет остановлена приватизация, которая сейчас проводится. будет проведена национализация всех сырьевой базы нашей республики, целом России. Потом, надо понимать, товарищи, надо менять налоговую систему. Мы вчера сказали, что валовый оригинальный продукт республики нашей – 860 миллиардов рублей, а бюджет – 190 миллиардов. А основная масса денег, денежная масса, которая у нас в виде сырья выводится от нашей республики, она оседает в городе Москве. Или офшор уходит. Поэтому Павел Николаевич Грудин сказал, что на оригинальном уровне политику налоговую надо менять. Соответственно, 50% от тех валовой продукции должно оставаться региону. Это у нас получается 400 миллиардов рублей. Затем, мы понимаем, что наша республика – сельхозяйственная республика, Павел Николаевич сам сельхозяйственник. Соответственно, будет проведена очень огромная работа по повышению уровня жизни на селе. Будет проведена работа по повышению кадровой политики. Поэтому, товарищи, за благосостояние нашей республики, за светлое будущее республики, надо голосовать за Павла Николаевича Грудина. В принципе, это возможно. Мы понимаем все трудности, которые сейчас имеются. Но, несмотря на это, за Якутию, за Грудинина. Спасибо. А как будет развиваться республика Саха-Якутия по видению вашего кандидата, Павла Алексеевича? Две минуты. Да, добрый вечер, уважаемые телезрители, уважаемые избиратели. Добрый вечер, уважаемые участники дебатов. Во-первых, вынужден снова прокомментировать цифру. Правоваловый региональный продукт, как известно, он 800 миллиардов рублей. А наш бюджет порядка 200 миллиардов рублей, 188. Что такое бюджет? Это заработок с регионального продукта. 20% заработка с валового производства – это хороший финансовый результат. Это очевидно. Что касается нашего будущего, то наш президент Владимир Владимирович Путин это будущее определил. И оно действительно хорошее, прекрасные перспективы у нашей республики. Почему? Да потому что Якутия – это часть Дальнего Востока. 8 районов нашей родной республики входят в арктическую зону. Посудите сами. И Дальний Восток, и Арктика – это два первых приоритета, которые определил наш президент Владимир Владимирович Путин в качестве региональных приоритетов. Таким образом, наша республика будет развиваться по уже четко сформированной стратегии. Первое – это, конечно, развитие базовых отраслей, которые у нас существуют за счет обережащего развития инфраструктуры. Мы воочию видим взрывной рост нефтяной промышленности с вводом ВСТО. Через два года мы ровно то же самое увидим и с газовой отраслью, потому что государство построит и ведет в эксплуатацию магистральный газопровод «Сила Сибири». Это и новые отрасли народного хозяйства, которые мы также ощущаем как отрасли, которые будут развиваться. Это такая отрасль, как IT. Это вообще, на самом деле, применение человеческого капитала. Ну и третье – это непосредственно создание условий для человека в нашей родной республике. Уважаемые друзья, голосуйте за Владимира Владимировича Путина, голосуйте за будущее Арктики, будущее Якутии. Николай Сергеевич, о видении развития Якутии по вашему кандидату, пожалуйста, две минуты. Борис Титов предлагает экономическую программу «Стратегия роста». Мы не говорим о конкретных регионах, мы говорим вообще о экономической политике всей страны. Ну и, как вы понимаете, он действующий, уполномоченный по правам предпринимателей при президенте, то есть президент Путин – его работодатель на данный момент, по крайней мере. Мы предлагаем изменить экономику страны. Я в том смысле, что я не могу выступать как оппозиция, но и молчать я не могу, правильно, когда есть объективные вещи. Ну вот давайте, если брать по Якутии, хотя бы такие вещи. Мы говорим все время про мост, моста до сих пор нет. Мы собираемся связать материк со второй частью республики, никак не можем. Когда это произойдет, мне непонятно. Я, честно говоря, очень бы хотел, потому что это даст импульс, даст развитие. То есть уже нужно решить с мостом. При действующем главе это будет республика, при следующем, не знаю, при действующем президенте или при новом. Но это нужно сделать. Это серьезные вещи. Это инфраструктура всего региона. Мы говорим про онкологический центр, который давным-давно уже должны были построить. Кстати говоря, о котором говорил действующий президент. Почему его нет, мне непонятно. Ну, кое-что могу сказать. Там из-за проектной документации два года были тяжбы и 200 миллионов рублей потратили на это. Представляете, то есть вот мне, жителю республики, ну или вам, да, обычным жителям. Вот это вам интересно, что 200 миллионов на проект. Нам ведь нужен онкологический центр, да, у нас много больных детей, раком. Вообще это серьезные вещи. Когда это произойдет? Мне, если честно, слушать это надоело. Я жду не дождусь. Я надеюсь, что это произойдет вот в ближайшее будущее. Что мы предлагаем? Мы предлагаем изменить экономику страны. Первое, это налоговая реформа. Оставить средства, оставить деньги в муниципалитетах и в регионах. Не выводить их. Мы не сможем тратить деньги, которых нет, правильно? А если у нас будут средства, мы начнем их тратить внутри региона. Соответственно, валовый продукт самого региона увеличится. И увеличится покупательная способность. Ну и продажа, соответственно. То есть спрос и предложение. Борис Титов, Стратегия Роста. Спасибо. Давайте, уважаемые доверенные лица, конкретизируем и поговорим о приоритетах развития Якутии. Какие направления и отрасли могут принести нас к устойчивому росту доходов республики, что в свою очередь, соответственно, повысит качество жизни якутиан? Надежда Викторовна, две минуты. Уважаемые избиратели. Конечно, это все замечательно, что говорят мои оппоненты о развитии, о строительстве. Кто-то говорит о каких-то новых технологиях. Но давайте смотреть правде в глаза. Наш лидер сегодня говорит о том, что мы должны простить долги регионам. Знаете почему? Потому что у нас везде сплошная коррупция. И лучше пусть эти деньги регионы сегодня потратят на развитие и приумножение чего-то положительного. Ну, конечно, часть денег уйдет в карманы чиновников. Поэтому Владимир Вольфович ратует за то, что сегодня в первую очередь надо навести порядок. Никакого развития ни одного региона не будет, пока мы не наведем порядки на местах. Ну, и не надо сказать, что, конечно, в программе написано о развитии Дальнего Востока. В первую очередь это обрабатывающая промышленность. Надо учитывать вообще, в принципе, развитие регионов с учетом их флоры и фауны, с учетом их полезных, ископаемых, то, что мы можем добывать. Сегодня мы действительно должны стать тем регионом, который будет производить продукт. Не просто отдавать сырье, а действительно начать производить что-то самостоятельно. Тем самым мы увеличим рабочие места, дадим уверенность в завтрашние дни якутянам. Нельзя обходить, конечно, и сельское хозяйство, и традиционные промыслы, которыми занимаются коренные народы севера. Мы сегодня должны поддержать. Давайте посмотрим правде в глаза. Вот был такой масштабный проект, как «Востокнефтепровод». Мы единственный регион, который сегодня не получил ничего абсолютно. Ни один спортивный социальный объект, ничего. То есть социальные нагрузки – это предприятие, не налогов, бюджет. Поэтому, голосуйте за Жириновского, пора прекратить эту коррупцию, и пора действительно развиваться. Спасибо. Вячеслав Семенович, какие направления и отрасли помогут принести доходы республике и, соответственно, повысить качество жизни граждан? Пожалуйста. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...